Мы с вами подходим к следующей главе. Здесь происходят три великих события. Первое из них — событие страшное, событие тяжелое, событие шокирующее. Это, пожалуй, одно из известнейших событий книги «Деяния апостолов». Одно из самых сложных для понимания событий. И, честно говоря, об этом очень сложно говорить, сложно это принять. Я не знаю, все ли вы верующие, не знаю, все ли вы христиане, но скажу вот что. Вряд ли я стал бы рассказывать об этом неверующему человеку. Это сложное, трудное место. Как будто начинаем мы с высшей математики, в том месте, где нужно бы начать с арифметики. Даже верующим бывает сложно понять, о чем здесь говорится. Неверующему это совершенно невозможно ни понять, ни принять. Речь идет о двух известных ранних христианах, Ананиас и Сапфира. Перед нами некое противоречие, некий контраст с противопоставлением. В конце четвертой главы Варнава продает все свое имение и приносит деньги церкви. В начале пятой главы Ананиас и Сапфира продают свое имение и приносят часть денег церкви. А некую часть, некоторую часть оставляют в тайне для себя. Поймите, пожалуйста, вот что. Их грех не в том, что они оставили часть денег себе. Грех не в том, что они сказали всем людям, будто отдали все. Если бы они захотели, они бы могли отдать, оставить все деньги себе. Это не было бы грехом, или не было бы, по крайней мере, таким серьезным грехом. Грехом было то, что они притворились, будто все отдали, а при этом себе удержали. В Израиле когда-то был премьер-министр Ицхак Рабин. Его застрелили фанатики. Было это в середине 90-х годов. За несколько дней. За несколько лет до этого ему пришлось уйти с поста премьер-министра. Потом он, правда, вернулся. Но уходил он с поста премьер-министра вот почему. Существовал закон, по которому ни один израильтянин не имел права иметь банковский счет в иностранном банке. Я не знаю, есть ли сейчас такой закон. Но когда-то такой закон был. И когда жена Ицхака Рабина посетила Вашингтон, она пошла в банк. И журналист, работавший в израильской газете, следил за ней, за каждым ее движением. И он понял, что она направилась в банк. И он раскопал, что у Ицхака Рабина и у его жены был в этом банке счет. Эту информацию опубликовали в газетах на всю страну. Премьер-министру пришлось уйти, потому что он нарушал закон. У него были тайные деньги, о которых он никому не говорил. Что же касается Анании и Сапфиры, скажу вот что. Я не знаю, откуда узнал об этом Петр, кроме как Дух Святой сказал ему. Я не знаю, почему именно этот грех привлек к себе такое внимание. Вы знаете, что произошло, но я все-таки прочитаю это еще раз. Петр сказал, 3 стих, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить от сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богом. Услышав все слова, Анания пал бездыханен, и он умер. И великий страх объял всех, слышавших это. Через три часа приходит его жена, которая не знала, что происходит. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». И это была ложь, цена была другой. Она продала ее дороже. Но Петр сказал ей, «Что это, согласились вы, искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила Дух. Во-первых, если мы очень хотим, то можно, конечно, на Бога за это рассердиться. Но мы рассердимся только, если какие-то вещи не понимаем. Во-первых, давайте поймем вот что. Откуда вообще взялась жизнь у Анании и Сапфиры? Откуда их дыхание? Все это дано им Богом. От Бога, конечно. Бог обязан был все это им давать. Бог был их должником, так что нужно было выплатить им долг? Нет, конечно. Жизнь они получили даром, в подарок. Бог придумал эту жизнь. Жизнь — это Божья идея, Божие творение. Мы с вами не владеем ничем таким, чтобы не было у нас от Бога. Ведь даже дыхание — это дыхание. Все, вот это вот наше. Но только то, что мы вдохнули сейчас. А потом снова надо вдыхать. Откуда? От Бога. И последнее, что мы сделаем, не будет вот этим, а вот этим. И все. И спустил Дух. Такое будет с каждым из нас каждый день. Ну, кроме тех, кого живыми заберет Господь, потому что Он придет. Итак, жизнь им не принадлежит. Бог дал им жизнь, и Бог поддерживает их жизнь. Израильтяне, дети Израиля, проходят в пустыне через множество испытаний. Об этом в книге Исход, об этом в книге Чисел, во Второзаконе, в Левите. Бог открывает свое присутствие. Бог проявляется. Бог является им в небесах, в облаке, в огненном столбе. Бог является им каждый день, когда Он дает хлеб лагерю израильтянам. Если в такой ситуации согрешишь, это как будто согрешил в небесах. Это как будто согрешил в присутствии Божьем. Что сказать о том, кто грешит в присутствии Божьем? И в этих ситуациях вполне возможно, что люди сразу подвергаются казни. В этой ситуации происходят чудеса. Устанавливается церковь в Иерусалиме. Происходит исцеление. А тут люди обманывают. Люди лгут Богу, и Бог забирает их жизнь. Скажу еще одну вещь. Я не могу доказать это. Но я всем сердцем считаю, что Анания и Сапфира в небесах. Я считаю, что они были христианами. И я считаю, что именно по этой причине они были осуждены, что они христиане. Сто процентов. Вот каков уровень смертности в любом поколении. Сто процентов. Если обвинять Бога в смерти, то можно обвинять в любых смертях. Почему же мы выделяем Ананию и Сапфиру? Есть немало невинных людей, куда более невинных, чем Анания и Сапфира, которые умирают гораздо более больно и гораздо медленнее, чем Анания и Сапфира. Почему нас так беспокоит смерть Анании и Сапфиры? Еще одна вещь, которая нас смущает. Нам очень легко начать судить Бога. Нам легко поставить себя на место судьи и сказать, «Боже, это неправильно. Бог, ты должен был поступить иначе». Всеведущий, всезнающий Бог. Бог, знающий всю реальность. Бог, знающий все вероятности, все возможности, все предвиденное и непредвиденное. Мысли и помышления сердечные. А мы пытаемся его судить и говорить, «Господи, почему ты так поступил? Почему ты так обошелся с Ананией и Сапфирой?» Мы легко берем на себя смелость судить Бога, но мы не хотим, чтобы Бог судил других. Мы, грешники, легко беремся судить святого Бога, но обижаемся, если святой Бог начинает судить грешников. Почему? Да как раз потому, что мы грешники. Потому что мы по природе мятежники. И это нужно понять. Я, конечно же, не могу доказать вам, что Ананией и Сапфира находятся сейчас в небесах, но я верю, что так оно и есть. Первое послание Иоанна, 5 глава, говорит о грехе к смерти. Я предполагаю, что именно таким грехом они согрешили и были осуждены сразу же. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Многие ученые, причем ученые разного времени, например, ученый 18 века Бингл или шотландский библеист 20 века Фредерик Брюс, обращают внимание на сходство истории Анани и Сапфиры в Деяниях, 5 глава, с историей Ахана в книге Иисуса Новина, 7 глава. В 6 главе завоеван Иерихон. И в Иерихоне немало сокровищ. Но это сокровище было предназначено не для солдат, а для Дома Господня и для сокровищницы, для казны и для поклонения Господу. Но один из солдат из колена Иуды Ахан сохранил для себя некоторое количество золота и украшений и одежд и спрятал это у себя в шатре. В 7 главе книги Иисуса Новина израильтяне сражаются за город под названием Гай и терпят поражение, великое поражение. Они проиграли, потому что Ахан прячет у себя сокровища, контрабандные сокровища, золота и одежды, которые он не должен был иметь. И когда его нашли, когда его обнаружили, его казнили, его и всю семью. Тяжело об этом думать, тяжело себе даже это представить. И ровно то же самое происходит в Иерусалимской церкви с Ананией и Сапфирой. Помните вот что. Грех не в том, что они оставили часть денег для себя. Грех в том, что они притворились, будто все отдали Господу, но при этом удержали себя. Это грех против совести. Они лгали и знали, что лгут. Но все равно согрешили. Согрешили против собственной совести. Это грех против народа также, потому что они притворились, что все отдают людям. Но это было не так. Это был и грех против Бога. Они знали, что Бог присутствует на этом месте. Они знали, что Бог услышит их ложь. Они испытывали Бога. Они как бы проверяли, Бог, ты вообще здесь или нет? Сделаешь ты что-то или нет? Он был там, и Он сделал что-то по этому поводу. Если задаться вопросом, почему Бог не разберется раз и навсегда с этими негодяями, со всеми негодяями сразу? Можно подумать, например, про Усама бен Ладена, а кто-то про Джорджа Буша подумает. Уж кому как. Я не знаю, это зависит от политических взглядов. Почему, Господи, ты не возьмешь и не уберешь этих людей с земли? Хорошо. Их то он и берет. А с нами-то что делать? Как насчет наших грехов? Если бы Бог должен был убить всех грешников, то Он бы должен был убить и нас, потому что мы тоже грешники. Чему же можно научиться из такого ужасающего библейского фрагмента? Есть ли в нем для нас применение? Я думаю, что все мы, вообще-то говоря, рады, что Бог больше лжецов и лицемеров в церкви не поражает громом. Если бы Он поражал, то нас бы в церкви стало гораздо меньше. Может быть, и меня бы не было в церкви, если бы Бог сразу поразил всех лицемеров. Но есть один очень-очень важный, серьезный урок. То, что имеет для нас практический смысл. Урок этот вот каков. насколько это от вас зависит, насколько это в вашей власти. Сделайте все, чтобы никто не возомнил, что вы лучший христианин, чем есть на самом деле. Сделайте все, чтобы не пускать людям пыль в глаза. Не притворяйтесь более верным христианином, чем на самом деле. Если кто-то в вас ошибается, пусть они вас лучше недооценивают. Не позволяйте им вас переоценивать. Сделайте так, чтобы никто никогда не считал, что ваша преданность Христу больше, чем есть на самом деле. Вы славьте Господа и благодарите других, но к себе относитесь жестко. К себе относитесь со смирением. Я к своему служению так же. И скажу вам еще вот что. По большому счету, людей совершенно не интересует, что вы сделали для Господа. Их интересует, что Господь сделал для вас. Вот что людей интересует, особенно неверующих. Им дела нет до того, что вы сделали для Господа. А что Господь для вас делает, вот это их интересует. Именно об этом мы с вами должны говорить. Именно этим мы и хвалимся, тем, что Бог сделал для нас. То, что Бог отдал ради нас на кресте, а не тем, что мы жертвуем для Бога. А на ней и Сафира рисовались, будто сделали все для Господа, отдали все Господу. И Господь их поразил. Уверен ли я на 100% что они будут в раю? Нет, не уверен. Но все-таки думаю, что увидим. В Библии немало людей, про которых мы не можем точно сказать, будут они в небесах или нет. Такие, как Лот, такие, как Саул, такие, как Исаф, такие, как Измаил, такие, как Анани и Сафира. Они в раю? Может быть. А может быть и нет. Думаю, что эти в небесах. Лот, пожалуй, тоже. Насчет Саула не знаю. Не нам решать, в конце концов. Вот это первое великое событие, которое происходит в пятой главе «Одеяния апостолов». Церковь испытывается изнутри. В четвертой главе, в третьей главе, церковь испытывалась снаружи, извне. Первосвященники, саддукеи, сенгрионы преследуют церковь и угрожают ей. И давят на церковь. В пятой главе мы видим, что начинается испытание изнутри. Я надеюсь, что вы всегда будете любить Господа. Я надеюсь, что вы всегда будете поклоняться Господу. Я надеюсь, что вы всегда будете служить Господу. Большинство из вас очень молодые люди. Если вы будете служить Господу, если вы будете поклоняться Господу через 20, 30, 40, 50 лет, а некоторым я уверен, Господь даст еще 50 лет, то вы поймете, что есть люди, которые вроде бы даже Господу поклоняются вместе с вами, но при этом играют, играют роль. Некоторые из них неверующие люди. Некоторые верующие, но при этом лицемеры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok